Ну что, ребятки, во-первых, всем здрасте, во-вторых, это у нас еще одна умность для Алисы, скажем так, это еще один глаз умному помощнику. Термометр, работающий со Smart Life, Smart Home, соответственно, его можно какими-нибудь фишками наверняка подтянуть к Алисе, я так надеюсь, по крайней мере. 2,4 ГГц Wi-Fi поддерживается, LR03, то есть 3А, две штуки, это питание. Ну, смотрим. Какой он компактненький, я думал, будет больше. Ну что, осталось понять, как он разъемывается. Ага, походу тут надо куда-то нажать, наверное, или сдвинуть. Вот она, русская тема, да? Надо сначала сломать, потом подумать. Нет, лучше я посмотрю в инструкцию. Как мы будем разбираться? Ага, спасибо большое. Так, теперь вставляем сюда батарейки 3А, изношенные, пофигу. Он, надеюсь, уже включился. Соответственно, мы открываем программу, подобную Smart Life, только это у нас DIGMA. О, заработало. Добавить устройство. Оно уже стучится. Добавить. Идет добавление. Температура и влажность. И... Кисонька. Но... Кто не подключал никогда умные гаджеты к умному дому, такому бюджетненькому, не всегда это с первого раза проходит. Может не договориться и придется делать дубль 2. Все, добавлено. 25,7 и 64 влажность. Можно у нас сделать сценарий, можно открыть настройки, предупреждать о низком заряде. Установка сигнала тревоги, температура в средних. Уровень заряда батареи сейчас средний. Господи, какой в средних? В Цельсии. Так, ну, значит, осталось попробовать подключить его к Алисе. Для этого открываем умный дом с Алисой. В умном доме с Алисой нажимаем добавить. Устройство умного дома. Дигму выбираем. Обновить список. Он должен показать нам термометр. Вот так. Датчик климата. Хорошо. Мой дом. Не-не, не наше. Это будет, наверное, на балконе. Балкон. Сохранить. Но этот пропустить. Смотрим, появился ли градусник у Алисы. Господи, сколько тут всего? А как выглядит устройство климата? Я не знаю. Читать придется. Ой. Не в сети? Как не в сети? Так, походу, с Дигмой не судьба, да? Или это не он? Все. Это был не он. Это датчик, который я пытался добавить, но у меня ни хрена толком не получалось, потому что он другой системы. Он через Bluetooth. А этот Wi-Fi. И с ним все хорошо. Теперь, Алиса, сколько градусов на балконе? Температура 25 градусов Цельсия. А влажность? Алиса. Влажность на балконе. Влажность 64%. Ну что, ребята, все. Работает. Ну и дальше можно делать сценарий. Например, если на балконе похолодало, чтобы у меня умная эта вся система включала в отопление на балконе. Соответственно, если стало жарко, чтобы она выключала отопление. Окошко бы еще научить само открываться и закрываться. Было бы здорово. Ну а так, меняю батарейки на аккумуляторы и тащу его реально на балкон. Всем спасибо. Всем пока. Если вас заинтересовало это устройство, ссылочка, как всегда, будет внизу в описании под видео. Но если вас заинтересовал такой маленький смартфон, это был N6000. Он у нас тоже есть на канале в продаже и в описании под видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok